Чтобы отдохнуть на горячих источниках, далеко ходить не надо. Достаточно приехать в район Дашково-Песочня на улицу Новоселов, дом 50, корпус 2. Здесь таких источников хватает. Причем, по словам местных жителей, такая ситуация происходит уже больше месяца. По словам местных жителей, ремонтная бригада не зарыла после ремонта теплотрассу. Трубы находились на открытом воздухе довольно долго. Из-за постоянного перепада температур некоторые из них лопнули. И теперь практически в каждом котловане плещется горячая вода. Площадь, конечно же, огородили и повесили лампы освещения. Вот только легче от этого не стало. Сложности возникали самые разные. Помимо того, что во двор не въехать на машине, так и просто приходится делать большие крюки. Как обычным пешеходам, так и мамам с колясками. И происходит это уже давно. Вот обходить над кругами ходить. Ну, вообще, по осени уже было раскопано. Я за квартиру платила, и вот такая вот ситуация. И до сих пор вот это все безобразие. Не знаю, это, по-моему, даже топительная, это даже не горячая вода. И люди вот так без топления. Ну, наверное, уже, наверное, полмесяца. А может быть и больше. А какие-то работы здесь проводятся? Ну, ведутся, да, велись. Каждое утро я хожу. Вот месяц назад тут никого не было. Местные жители рассказали, что подобное происходит на протяжении последних десяти лет. Каждый год это место вскрывается примерно на месяц. 2018 год исключением не стал. В июне планово отключили горячую воду. После включили и вновь выключили. Горячую воду дали только в августе. Местные жители написали даже письмо в администрацию. Недавно пришел ответ. Бригада рабочих появилась здесь первый день. Вот только они с другого участка. Капитальный ремонт. А капитальный ремонт чего? Теплотрассы. Теплотрассы. А вот только сегодня начался или как? Или давно уже идет? Это все вопросы к начальству. А прогнозируемый срок работ? Как дадут дальше, я не знаю. Как трубы пойдут? Вот там порыв сейчас, порыв посредим, трубы поменяем, а там видно. По словам бригады, им предстоит большой фронт работ. Выкачать воду, заделать брешь, заменить трубы, где необходимо, а после закопать. Вот только срока окончания работ по-прежнему нет. Есть только точка отсчета, о которой говорят жильцы месяц назад. И есть главная проблема. Это оставленные после ремонта не закопанные участки теплотрассы. И последствия прорыв труб. Вот только ситуация такая в городе не единственная. То и дело в социальных сетях появляются фотографии участков теплотрассы, которые рабочие не закапывают по тем или иным причинам. И когда ситуация изменится, неизвестно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».